Спасибо большое. На самом деле, наверное, это основной предмет дискуссии, которые долгое время велись, касающихся хирургического лечения ракоцеломатки. В короткоисторическом аспекте я уже сказала об этом. Вопрос состоит в том, выполнять или не выполнять лимфодисекцию, в каком объеме. В фундамент для обоснований расширенных экстерпаций при раке эндометрия заложили классические работы Яна Владимировича Бохмана. Я уже показывала ее работу. И американское исследование GOG-33, получившее сходные результаты. Мы уже с вами говорили, что в этот период времени были выявлены факторы риска лимфогенного метастазирования рака эндометрия. Вы все их прекрасно знаете. Главный – это гистологический тип, степень дифференцировки, глубина инвазии миометрия. И, собственно говоря, те позиции, которые представлены на этом слайде, я уже упоминала о том, что вы должны с практической точки зрения всегда помнить, что увеличенными лимфатические узлы метастатически измененные оказываются только у 10% больных. Поэтому говорить о осмотре лимфатических узлов, говорить об интероперационной пальпации как методе определения показаний к лимфодисекции абсолютно не приходится. То же самое можно сказать и о том, когда вы ориентируетесь на показания к лимфодисекции, выполняются по данным методов визуализации предоперационной. Если по данным ультразвукового исследования ЛИКТ лимфатические узлы у больной раком эндометрии увеличены, это абсолютное показание к выполнению лимфодисекции. Но ситуация такова у 10% больных всего. У остальных метастазы есть 90%, но нет увеличения лимфатических узлов. И об адекватности лимфодиноктомии мы тоже говорили. Таким образом, мы сбрасываем со счетов селективную лимфодиноктомию, или биопсию лимфатических узлов случайную. Лимфодисекция, если она выполняется, она должна быть адекватной. Итак, основные вопросы. Имеет ли лимфодисекция терапевтическое значение? Нужно ли выполнять ее всем больным? Какой объем вмешательства на регионарных лимфатических узлах следует считать оптимальным? Два рандомизированных исследования проведено. Оба исследования касались только тазовой лимфодисекции. Поясничная лимфодисекция в этих работах не выполнялась. Исследование Ацтек. Британское исследование кооперированное, которое не продемонстрировало увеличение общей выживаемости при выполнении тазовой лимфодисекции. Эти оба исследования касались только рака эндометрия ранних стадий. Мы говорим сейчас об этой группе больных. Это подавляющее большинство наших пациенток. Второе исследование, итальянское исследование под руководством Бенедити Паничи, группа авторов, тоже самое, выполнялась тазовая диссекция, тоже получили отсутствие улучшения пятилетней общей выживаемости. Аналогичные данные получены нами. И, собственно говоря, в пределах стадий лимфодисекция не улучшает выживаемость больных. Однако, если от стадии к стадии в отсутствии лимфодисекции отмечается закономерное снижение выживаемости, определяемое стадией, то при выполнении лимфодисекции, по нашим данным, нивелировало влияние стадии. При выполнении лимфодисекции статистически значимых отличий общей выживаемости между больными раком эндометрия с первой А по третью А стадию отсутствовали. Можно ли доказать влияние лимфодисекции на выживаемость больных? На этот вопрос ответил очень большой анализ базы данных СИР. Это американская база данных. Посмотрите, пожалуйста, рак эндометрия первой стадии 56 тысяч больных. Включено в этот анализ. Больных с низким риском было 70%, почти 40 тысяч. Это наши реалии. Огромное число больных с низким риском прогрессирования. Посмотрите, пожалуйста. При низком риске статистически значимые различия выживаемости были получены. Но разница в 1%. Эта разница никогда не будет клинически значимой, потому что это больные с низким риском прогрессирования. То же самое в группе больных, которым не проводили лучевую терапию. Безусловно, доказать преимущество лимфоденоктомии даже в группе низкого риска возможно. Другое дело, что это не имеет клинического значения, и у больных низким риском мы лимфодисекцию на самом деле не выполняем. Проблема всех исследований рака эндометрия ранних стадий – это проблема огромного числа больных с низким риском прогрессирования. Крайне тяжело показать статистически значимые различия. И это основное критическое замечание к исследованию Ацтек и итальянскому исследованию Бенедитти Паничи. В связи с этим очень сложно доказать какие-то различия, проводя исследования в пределах рака эндометрия первой стадии, и включая в него всех больных с любым риском. Безусловно, мы понимаем, что лимфодисекция необходима, она влияет на выживаемость больных с метастазами. Если в 1940-е годы, я уже говорила об этом, не было эффективных методов дальнейшего лечения, сейчас в нашем распоряжении есть и химиотерапия, и лучевая терапия. И сейчас на современном этапе мы говорим о том, что неудаление макрометастазов при раке эндометрии повышает риск смерти от основного заболевания в 7 раз. Какую лимфодисекцию нужно выполнять? Мы знаем, что регионарных зоны две. Как правило, метастазирование идет все же последовательно. Изолированное поражение поясничных лимфатических узлов бывает редко. То есть сначала с большей вероятностью поражаются тазовые лимфатические узлы. И на частоту поражений тазовых и поясничных лимфатических узлов закономерно влияет степень дифференцировки глубина инвазии и миометрия. То есть по мере увеличения глубины инвазии и миометрия и по мере снижения степени дифференцировки растет частота поражения тазовых и поясничных лимфатических узлов. И при низкодифференцированных опухолях с глубиной инвазии в наружную треть миометрия частота составляет поражение тазовых 34% и 23% поражения поясничных лимфатических узлов. То есть это колоссальные цифры. На вопрос, влияет ли двухзональная лимфодисекция на выживаемость больных, ответило японское исследование ИСЦИПАЛ. На самом деле исследование не было рандомизированным, иногда не усылаются как на рандомизированные исследования. Это не рандомизированные исследования, там два центра принимало участие в исследовании. В одном выполнялась только тазовая лимфодисекция, в другом тазовая и поясничная. И в этом исследовании было показано, что выполнение тазовой и поясничной диссекции статистически значимо улучшало общую выживаемость больных в группе промежуточного и в группе высокого риска прогрессирования, что, несмотря на отрицательные результаты исследований рандомизированных, дало возможность консенсусу европейскому, о котором мы говорили, изменить взгляд на тактику лечения ракоэндометрия ранних стадий. Мы об этом уже говорили. Сейчас, по данным вот этого, собственно говоря, консенсуса ЭСМО-ЭСГЭСТРА, предлагается двухэтапная оценка риска. Сначала мы определяем показания к лимфодисекции, затем по результатам лимфодисекции, экстерпации матки, по результатам гистологического исследования мы определяем показания к адъювантному лечению. И как это выглядит? Если мы говорим об эндометриоидном раке теломатки первой стадии, риск поражения лимфатических узлов определяется вот этой таблицей. То есть при глубине инвазии менее половины высокоумеренной дифференцированных опухолях риск низкий. При глубокой инвазии низкодифференцированных опухолях риск высокий, все остальное промежуточный. При низком риске лимфодисекция не нужна, при высоком риске нужна, при промежуточном она возможна для уточнения стадии. Так определяется в консенсусе. При неблагоприятных гистологических типах, при раке теломатки второй стадии и далее лимфодисекция нужна. Риск определяется на основании степени дифференцировки определенной при выскабливании. Глубина инвазии и миометрия определяется либо по данным, как написано, экспертного УЗИ, либо магнитно-резонансной томографии. Вот два источника получения данных. Гистотип по данным выскабливания. Если лимфодисекция выполняется, она выполняется двухзональной. Так рекомендуют сейчас консенсус тазовая и поясничная. Так называемая диссекция четвертого уровня до левой почечной вены. Второй аспект, которым я хотела бы сказать несколько слов, это баланс между лимфодисекцией и адъювантной лучевой терапией. Показания для адъювантной дистанционной лучевой терапии – это суть показания для лимфодисекции. Ровно одно и то же. Собственно говоря, дистанционное облучение малого таза – это отработка зоны регионального метастазирования. Как бы в первую очередь идея ее такова. Однако, те данные, которые были получены в последнее время, крайне настораживают. Настораживают в отношении отдаленных последствий. Больные раком эндометрия живут хорошо, они живут долго. И мы лечим их хорошо. И в итоге они начинают доживать до поздних последствий нашего лечения. И вот, собственно говоря, наши норвежские коллеги в 2010 году заново проанализировали результаты исследований, которые впервые были опубликованы в 1980 году. То есть в 1980 году уже была пятилетняя выживаемость у авторов исследования. А потом в 2010 году заново были проанализированы результаты лечения этих больных. В этом исследовании сравнивалась сочетанная лучевая терапия с внутриполосной лучевой терапией. Внутриполосная лучевая терапия проводилась всем больным в этом исследовании. И в одной из групп рандомизации проводилось дистанционное облучение малого таза дополнительно. Медиана периода наблюдения составила 20,5 лет. И получилось, что преимуществ по общей выживаемости получено не было. Но было показано, что в возрасте моложе 60 лет проведение дистанционного облучения малого таза больным раком тела матки первой стадии статистически значимо повышало риск смерти. В первую очередь за счет метахронных опухолей. И медиана периода возникновения этих опухолей составила 15 с небольшим лет. В связи с этим авторы исследования указали, что не следует рекомендовать дистанционное облучение малого таза больным раком тела матки первой стадии, особенно в возрасте моложе 60 лет. Мы, собственно говоря, в своем реанализе своих наблюдений получили то же самое. Негативное влияние на выживаемость отмечено у больных раком эндометрия первой стадии в возрасте моложе 58 лет. Почти тот же самый возраст был получен в наших наблюдениях. Более того, что интересно, по нашим данным, лучевая терапия не меняла структуру регионарного прогрессирования. Что в группе, в которой проводилось дистанционное облучение малого таза, что в группе, в которой не проводилось дистанционное облучение малого таза, частота последующего прогрессирования в тазовых лимфатических узлах была одинакова. В связи с этим создается впечатление о том, что с точки зрения профилактики регионарного прогрессирования лимфоаденоктомию при раке тела матки первой стадии можно рассматривать как альтернативу дистанционному облучению, альтернативу более безопасную с точки зрения отдаленных последствий, что особенно важно для молодых больных с высокой ожидаемой продолжительностью жизни. Лимфоаденоктомия позволяет исключить наличие метастазов в лимфатических узлах регионарных и в связи с этим оптимально планировать последующее адювантное лечение. В отсутствие метастазов у многих больных можно ограничиться только внутриполосной лучевой терапией, что, собственно говоря, и сейчас отражено в европейском консенсусе. Разные показания к назначению дистанционного облучения малого таза в группе больных, которым выполнена лимфодисекция, исключены метастазы, и в группе больных, которым лимфодисекция не выполнена. Спасибо большое!